Кроме классов, в Java бывают еще интерфейсы, но о них в отдельном уроке, а также перечисления и аннотации. О них поговорим прямо сейчас. Чтобы подвести разговор к перечислениям, давайте рассмотрим следующий выдуманный пример. Любые совпадения с реальным кодом совершенно случайны. Предположим, нам в программе надо работать с календарем, и в частности с днями недели. День недели можно было бы хранить в памяти в виде целого числа, его порядкового номера от 1 до 7 или от 0 до 6, кому как больше нравится. Это будет работать, но по типу переменной будет совершенно не очевидно, что в ней может храниться не любое число, а только одно из перечисленных. Будет легко ошибиться, и компилятор не сможет помочь нам следить за корректностью программы. Вот как раз для таких случаев в Java и существуют перечисления. Перечисление объявляется ключевым словом ENAM. В фигурных скобках через запятую указывается набор допустимых значений перечисления. Перечисление — это полноценный ссылочный тип. Его можно воспринимать как класс с фиксированным количеством экземпляров. Перечисленные в объявлении ENUM значения эквивалентны public static final полям класса. Более того, в перечислениях можно объявлять поля и методы. Достаточно поставить здесь точку с запятой, а дальше объявлять поля и методы, как в обычном классе. Можно также объявить конструктор, в том числе принимающий параметры. В таком случае параметры нужно будет передавать и в объявлении элементов перечисления. В любом перечислении автоматически доступны методы name, ordinal, а также статический метод values. Name возвращает строку, имя элемента перечисления, как в исходном коде. Ordinal возвращает число, порядковый номер элемента, начиная с нуля, в соответствии с объявлением в исходном коде. Values возвращает массив возможных значений перечисления в том же порядке. Зная это, легко догадаться, что этот фрагмент кода выводит все элементы перечисления с их порядковыми номерами и именами. Субтитры создавал DimaTorzok